Здравствуйте! Вы смотрите новости телекомпании «Новый век» в студии Юлия РТН и сегодня в выпуске. Праздник двора на улице Красных, партизан 41. За высшим образованием в ТУУ сегодня в единственном университете республики иностранной студенты учат русский язык. А теперь об этих и других событиях более подробно. Полицейские козылы разыскивают женщину, оставившую новорожденного сына чужим людям. В ночь на 7 сентября при патрулировании улиц сотрудники патрульно-постовой службы полиции Кызыла обратили внимание на двух граждан, мужчину и женщину, которые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. У мужчины на руках был младенец. Данные граждане были задержаны и доставлены в полицию. Были доставлены двое граждан в нетреннем состоянии. При этом на руках у мужчины вверх ногами он держал ребенка, младенца возрастом, неделю. В отношении родителей и законопредставителей данного ребенка будет проведена проверка. Предварительно в действиях данных лицусматривается состав преступления, предусмотренный статьей 125 Уголовного кодекса. Это оставление в опасности. Личность матери установлена. В настоящее время она является жителем Козыльского района, АКТ КАКИМ. Как выяснилось, мать с новорожденным ребенком на руках распивала спиртные напитки на улице вместе со своими знакомыми, указанными мужчиной и женщиной. В какой-то момент она решила поехать домой, сказав знакомым, что пошла искать такси. Женщина оставила ей малыша и скрылась в неизвестном направлении. Полицейские доставили новорожденного мальчика в республиканскую детскую больницу. К нам поступил ночью ребенок в возрасте примерно около двух недель. При поступлении состояния ребенка в средней степени тяжести. Ребенок был в одних пеленках и тоненькие одеяла. И грязные, и очень голодные. Мы ребенка осмотрели, покормили, и ребенок на данный момент в удовлетворительном состоянии находится у нас в опиене. В республиканской детской больнице. Полиция Кызыла просит граждан, обладающих информацией о местонахождении матери новорожденного, обратиться по телефону 9-36-02, 9-36-01 или 102. Накануне участник программы «Комфортная городская среда» дом номер 41 по улице Красных партизан стал одним из первых дворовых территорий Кызыла, где сделали реконструкцию. Наша съемочная группа побывала на торжественном открытии двора. Диана Баймбагус расскажет подробнее. Нас всех поздравить с тем, что у нас вот в таком замечательном месте, на берегу Енисей, появилось вот это благоустроенное пространство. Этот двор был включен в программу «Комфортная городская среда». Здесь работы по реконструкции начались еще в прошлом году. Проектировщики «Тувак-граждан-проект» сметная стоимость составила около 2,5 миллионов рублей. В ходе строительства заменили асфальтовое покрытие, бордюры, вмонтированы детские площадки и установлено освещение. На следующий год запланировано озеленение территории двора. Также завоз грунта в следующем году будет организован полив и посев травы. Ну что еще можно сказать? Кроме того, дом по линии фонда капитального ремонта. Здесь будут фасады торцовые, облицованные металлическими кассетами. Также лоджии, входы в подъезды будут отделаны. Ну вот, вкратце, вот такие были работы здесь. Жители считают, что двор стал очень уютным. Одно удовольствие – гулять по набережной Енисея. Делится Ольга Тарбастаева. В общем, очень прекрасно. Спасибо тем, кто это все сделал, все создал. Но, конечно, многие нам будут, наверное, завидовать, что у нас так все хорошо. Но у них тоже все впереди, у них тоже все будет прекрасно. Поэтому мы очень довольны. Я особенно, потому что ребятишкам есть, где мучам, детям погулять, порезвиться. Спасибо. Детвора с удовольствием играют в обновленном дворе. Появились красивые качели, современная спортивная и детская игровая площадка. Сегодня подрядчики завершают облицовку фасада дома и доделывают шахматную беседку. А право перерезать ленту доверили маленьким хозяевам дома. Ведь именно им жить, осваивать, развивать и поднимать двор по адресу дом номер 41 по улице Красный Партизан. Диана Баимбугу, Сарисковалы, телекомпания «Новех». Федеральная антимонопольная служба внесла в правительство России проект закона, который устанавливает запрет для муниципалитетов на превышение предельного уровня тарифов ЖКХ, установленного на федеральном уровне. Об этом сообщил заместитель руководителя ФАС в Италии Королёв в рамках Восточного экономического форума, передает РИА Новости. Пока у региональных властей есть лазейки в законодательстве, которые позволяют им увеличивать тарифы в три раза выше предельного федерального уровня, вместо 4% цена на ЖКХ в ряде регионов поднимается выше 12%. ФАС устанавливает предельные уровни тарифов для всех регионов России, после чего тарифный орган субъекта на основании того, что, например, у компании-поставщика есть инвест-программа, есть согласование с ФАС, этот уровень может превысить, пояснил Королёв. А теперь о курсах валют. Доллар стоит 57 рублей, 14 копейки, а евро – 68 и 24 копейки. Завтра, 9 сентября, появится отличная возможность для тех, кто мечтает о домашнем питомце. В рамках празднования Дня города в 14.00 в Национальном парке пройдет выставка «В добрые руки». Более подробно мы поговорим об этом в нашей постоянной рубрике «Гость в студии». Сегодня гость в нашей студии Ирина Сергеевна Лифанова, соучредитель городского общества защиты животных «Хатико». Ирина Сергеевна, здравствуйте! Вы сегодня к нам пришли не одна. Представьте, пожалуйста, нам нашего маленького гостя. Кто это? Это один из наших питомцев, это девочка. Мы сегодня пришли, видите, в новой красивой одежде. Это очень спокойная, радостная и ласковая собачка. И она ждет своего верного друга. Вот скажите, завтра, 9 сентября, у нас отмечают День города. Ваша организация будет ли принимать участие в каких-нибудь мероприятиях? Да, мы проводим выставку собак и кошек с передержки в добрые руки. Пока в городе нет приюта для животных, поэтому все наши питомцы находятся на передержках у волонтеров. Волонтеры – это те же горожане, работающие, студенты, пенсионеры, которые находят место в своем сердце для любви и помощи к бездомным животным, и также находят время для их спасения. Ирина Сергеевна, вот скажите, все-таки кто-нибудь, если кто-нибудь из наших телезрителей мечтает о маленьком питомце, завтра куда ему подойти? Выставка в добрые руки пройдет в рамках городского конкурса выставки домашних питомцев 9 сентября в 2 часа дня на территории Национальный парк культуры и отдыха бывшая веранда. А вот скажите, пожалуйста, в этой выставке принимает участие только ваша организация или у вас есть помощники? Акцию нам будут помогать проводить ребята из молодежного движения «Добрые сердца ТУВЫ». Они же будут раздавать листовки, которые мы приготовили с разъяснениями о стерилизации. Также будет разъяснение об акции льготной стерилизации домашних животных, которую проводит служба по ветеринарному надзору Республики Тыва и управление ветеринарией города Кызыла. Всю информацию горожане могут получить по телефону 295-11. И вот так просто? Каждую собачку или котика можно прямо с выставки забрать домой? Можно, но при условии, если вам более 21 года, и каждое животное с передержкой ОЗЖ «Хатика» отдается по договору о передаче животного. Также обязательно животные у нас обработаны от паразитов, проглистованы, ну и имеют соответствующие прививки. Ирина Сергеевна, вот скажите, я очень люблю животных, но, допустим, я живу в сёмной квартире, у меня нет возможности забрать собачку, котика. В такой ситуации как я вам могу помочь? На выставку вы можете принести корм, поводки, миски, витамины. Это очень поможет дожить животным до того, когда они станут домашними. Сейчас зима, и нам очень нужны тёплые одеяла для утепления будок. То есть любая помощь, которая будет оказана от горожан, мы будем очень признательны и благодарны. А вот завтра программа празднования Дня города очень обширная, и вряд ли кто пойдёт на праздник с одеялом под мышкой. Как быть в такой ситуации? Куда можно принести всё это? По какому адресу? Может, у вас есть контакты, телефон? Конечно, это так. Ящики для сбора стоят, расположены по адресам. Красноармейская, 171, это ветклиника Зоосфера. Также по адресу Титова, 36, это магазин Зоомания. Можно звонить по телефону, который указан на экране. И также ящики стоят по адресу Крылова, 1А, это ветклиника, ветзооцентр. Ирина Сергеевна, спасибо вам огромное, что вы нашли время и пришли к нам в студию. А также благодарим нашего маленького непоседливого гостя. Желаем вам удачи в вашем нелёгком деле. Уважаемые крилучане, надеюсь, мы увидим вас завтра в 2 часа в Национальном парке на танцплощадке, на выставке «Добрые руки». Далее нас ждёт реклама, не переключайтесь. Не верите своим глазам? Не верю. Пора поверить. В РБТРУ школьная распродажа. Так, при покупке холодильника Hotpoint всего за 24 990 рублей. Пылесос в подарок. РБТРУ Нужны деньги? Приходите к нам. Займы под залог телевизора, ноутбука, телефона и бытовой техники. Улица Кочетова, 93, торговый центр «Лакомка», второй этаж. Продолжаем выпуск. Сегодня в Туфинском государственном университете 5 общежитий, в которых проживают чуть более 1 тысячи студентов, из них 59 иностранцев. Большинство из них уже заехали в свои блоки, но заселение продолжается. Сегодня ректор учебного заведения Ольга Хамушку посетила 2 общежития, а также пообщалась со студентами из Китая. Все подробности далее. Сегодня китайская речь в стенах Тувинского государственного университета звучит часто. 9 представителей Поднебесной в начале этого учебного года приехали в республику по программе обмена студентами. За это время ребята уже обустроились, амина заехали в общежитие номер 4, главной кузницы кадров региона. Чанг Симэф в Туве представляется Василием. Студент педагогического университета города Хохато любит по вечерам читать Пушкина и Чехова. Молодой человек говорит, что в Кызыле он себя уже чувствует вполне комфортно. Кызыл – это красивый город, мне очень нравится. И в общежитии я хорошо живу, все нормально. Спасибо. Узнать, как обустроились иностранные студенты, проверить их бытовые условия, а также готовность общежития к приему студентов, прибыла ректор университета Ольга Хамушку. С кем-то уже познакомились? Или только больше друг с другом общаетесь? Мы познакомились. Мы много друзей. Хорошо. Быт у китайских студентов мало чем отличается от местных. Говорят, все, что им необходимо, они без проблем приобретают в магазинах. Вейла, а для друзей Вера, также учатся на втором курсе педуниверситета в городе Хохата во внутренней Монголии в Китае. Я очень интересуюсь русский язык и хочу много узнать русский. А будущую свою профессию тоже будет связываться с русским языком? Да, учителем или кем-то посчитать. Да, учителем или переводчиком. Сегодня заселение активно идет и в общежитии номер один по улице Интернациональной. Как говорит комендант Чайган Козлол, для постоянной практики языка иностранных и туинских студентов специально заселяют в общие комнаты. Так, уранцай Оржак и монголка Учрал Шархулар Батболдвот уже не первый год проживают бок о бок и обмениваются знаниями языка. Сегодня у Тувинского госуниверситета есть пять общежитий для проживания студентов. Как говорит ректор учебного заведения, все равно комнат для студентов не хватает, поэтому вопрос строительства еще одного здания стоит давно. Очень тесно сотрудничаем с Министерством образования и науки Российской Федерации. Получено положительное решение от министра, уже подписано задание на проектирование у них, завершена работа по проектно-сметной документации, сейчас идут вопросы согласования в Министерстве. Конечно, еще предстоит очень многое сделать, но меня радует то, что есть положительное решение, значит, общежитие будет строиться, значит, количество комфортабельных, хороших мест для ребят увеличится. Сегодня большинство студентов уже заехали в свои блоки, как отмечают заведующие общежитиями. Основной поток обучающихся пойдет во второй половине месяца, ведь перед заселением все студенты проходят соответствующий медосмотр, лишь после чего допускаются к проживанию в жилые помещения. Юлия Артына Буяна, Юн, телекомпания «Новый век». Ну а далее вас ждут новости короткой строкой. Эксперты считают, что к 2027 году число туристов, посетивших Туву, может увеличиться в 30 раз. Составлена дорожная карта на десятилетие вперед, по которой предусмотрена реконструкция аэропортового комплекса, проведение волоконно-оптических линий связи в населенных пункты и увеличение поголовья северных оленей и моралов. Все это пункты и с распоряжения правительства страны. Благодаря этому регион получает миллиардные инвестиции, как из федерального центра, так и от частных компаний. Козыла откроет день города, костюмированным шессеем, а завершит фейерверком. Столица готовится отметить 9 сентября свой 103 день рождения. Праздничные мероприятия уже стартовали. Сегодня откроется после реконструкции двор по улице Красных партизан 41. В сентябре будут завершены работы в рамках проекта «Городская среда» на семи других дворовых территориях Козыла. 8 сентября пройдет торжественная церемония вручения муниципальных наград Козылчанам, внесшим значительный вклад в развитие столицы. Рано утром 6 сентября в пункт связи пожарно-спасательной части по охране Аверского района поступило сообщение о том, что на 34-м километре автодороги Хандагай-Таму-Гураксы горит сено, погруженное в автомашину «КамАЗ». Причина пожара – истрат выхлопной трубы транспорта. На момент прибытия первого подразделения горело сено на площади 13 квадратных метров была угроза перекидывания огня на грузовую автомашину. Буквально через 7 минут после прибытия пожарное подразделение возгорание было ликвидировано, а в результате пожара огнем уничтожено 5 тонн сена. На Солнце произошла самая мощная за 12 лет вспышка, наблюдавшаяся взрыв, произошел в той точке, которая обращена в сторону Земли, поэтому ее воздействие на нашу планету будет максимальным. Астрономы также заявили, что события такой мощности формируются лишь при очень редких уникальных условиях, как правило, на стадии пика солнечной активности. То, что вспышка такого уровня произошла сейчас, на фоне солнечного минимума еще предстоит разобраться. Передачи о Туве покажут на канале «Культура» и новом цифровом телеканале «Поехали». Надо отметить, что телеканал, задуманный, как вдохновитель приключений, начнет свое вещание только этой осенью. И сразу с выпуска маршрут построен о Туве. Материал для двух каналов снимала творческая мастерская студия «А». Съемочная группа работала в Туве с 22 по 30 августа. Телевизионщики побывали в Пехемском, Байтагинском и Эрдзинском районах, познакомились с мастерами-камнерезами, известными мастерами горлового пения и изготовителями национальных инструментов. Прошли обряды очищения в буддийском хурятце Ченвы и у тувинской шаманки. Состоялся очередной розыгрыш от компании «Ампир». Смотрите, как это было. Помните про годовую акцию от компании «Ампир», где при покупке товаров от 10 тысяч рублей и более вы получаете купон, который дает вам право участвовать в розыгрыше автомобиля и других ценных призов. Розыгрыш призов проводится в пять этапов, то есть каждые два месяца. Так, например, 1 мая этого года первый победитель уже получил свой приз – смартфон. Второй победитель забрал телевизор 1 июля. И 5 сентября наша съемочная группа побывала на вручении подарка Чигден Рустаму Александровичу из села Чаохоль Республики. Спасибо компании «Ампир», а также девушкам-консультантам, что выиграл телефон. Желаю дальнейших просветаний. И этот приз далеко не последний в акции компании «Ампир». 1 ноября будет разыгран еще один смартфон последнего поколения, а 16 декабря состоится розыгрыш главного приза автомобиля. Делайте покупки, участвуйте в акции, и, может, именно вы станете главным победителем и сядете за руль новенького авто. Компания «Ампир» поможет сделать ваш дом надежным, теплым и уютным. Здесь вы можете найти большой выбор товаров и услуг, входные и межкомнатные двери, пластиковые окна, остекление балкона или лоджии, лестницы по индивидуальному заказу, а также большой выбор различной фурнитуры. Компания «Ампир» объявляет новую акцию «Утеплись по полной». Только с 10 сентября по 10 октября 2017 года, купив стальную дверь с терморазрывом для частного дома, вы получаете 5 квадратных метров теплого пола в подарок и шанс выиграть автомобиль. Компания «Ампир» улица, а Юна Курседи – 151. Приходи, покупай и участвуй в акции. Лето – самое удачное время для приобретения роскошной шубки, ведь только летом предприниматели предлагают низкие цены на зимнюю одежду. Ярмарка шуб в спорткомплексе имени Ярыгина предлагает козылчанам изделия из мутона и меха по выгодным ценам. Пожалуй, очень низкие цены на шубы. Так заявляют в этом году производители меховой фабрики «Белка». Чтобы разрушить стереотип о заоблачных ценах, они готовы предоставить доказательства. Мутон по 9 тысяч рублей, норкова шуба по 57 тысяч рублей. На выставке меховой фабрики «Белка» представлено новые изделия из облагороженной австралийской овчины премиум-класса с различными отделками из норки, писа, бобра, лисицы, каракуля, которые закупаются на ведущих мировых аукционах. Также прекрасных модниц порадуют роскошные шубки из меха норки, нутрии, бобра, рекса, енота и даже лисицы, а также дубленки и меховые жилеты. Стильные практичные изделия-трансформеры никого не оставят равнодушными. Основа таких шубок выполнена из высококачественной норки или замши, а капюшон, рукава или подол из благородной овчины. При желании данные части изделия можно легко отстегнуть и превратить длинную теплую шубу в облегченный стильный вариант для автоледи. Еще один плюс покупки шубы напрямую от производителя – это гарантия качества. Те, кто уверен в нем, разрешают даже заглянуть под подклад, оставляя для этого специальный карманчик. Все шубы должны быть чипированы. Выставка Кировской меховой компании «Белка» работает в спорткомплексе имени Ивана Ерыгина с 9 по 12 сентября с 10 до 19 часов. Действует рассрочка на длительный срок. Завтра, 9 сентября, нашему городу Кызылу исполнится 103 года. За это время маленькое поселение Хемпельдри превратилось в современный, уютный и красивый город. За этот совсем небольшой по историческим меркам отрезок времени город успел не только раз сменить свое название, но и стать настоящим центром экономической, политической, научной и культурной жизни Тува. И все это достигнуто благодаря стараниям тех, кто жил и работал в разные годы в Кызыле. Традиционно в День города кызылчан и гостей столицы ждет масса культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, в том числе и фейерверк, который состоится в 21.00 на набережной Кызыла. Ну а далее представляем вашему вниманию видеоролик, который подготовил коллектив телекомпании «Новый век» ко дню города. АПЛОДИСМЕНТЫ Поздравляем кызылчан с Днем города! Желаем нашей столице успехов и процветания! Кызыл — это для меня как родной дом, родной край, родные земли. Кызыл — это для меня как родной дом, родной дом, родной дом, родной дом, родной дом, родной дом! Днём рождения, наш любимый козы! Козы для меня это самое родное, это моё детство, я люблю свой город. Козы – это будущее, наше будущее, наших детей. Это мой город, его строил мой прадед. Я родился в этом городе, отец родился в этом городе, и отец отца родился в этом городе. Козыла – это наш любимый город. А сейчас о погоде. В течение суток по республике ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой и умеренный дождь, возможно гроза. Днём местами небольшой дождь. В Козыле облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, также возможно гроза. Ночью плюс 3, плюс 5 градусов, днём плюс 15, плюс 17. С 6 по 10 сентября местами в земледельческой зоне республики ожидаются заморозки до минус 1, минус 3 градусов ниже нуля. И это всё, о чём мы успели вам рассказать к этому часу. Коллектив телекомпании «Новый век» поздравляет вас с Днём города. От всей души желаем крепкого здоровья, успехов и удачи во всех начинаниях, мудрости, решений, верности, традициям, счастья и благополучия. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»